Порфирий сказал Раскольникову, что пришёл окончательно объясниться. «Я вас за человека наиблагороднейшего почитаюсь, и даже с зачатками великодушиесь. Желаю доказать, что и я человек с сердцем и совестью». Порфирий рассказал – первые подозрения насчёт Раскольникова у него появились после чтения той самой журнальной статьи, которая, несмотря на дерзкую крайность своих мыслей, поражала отчаянным молодым энтузиазмом. «В бессонной ночи и в выступлении отчаяния статейка ваша замышлялась с подыманием и стуканьем сердце. А опасен этот подавленный гордый энтузиазм в молодёжи». Порфирий признался, что начал следить за Раскольниковым с первых дней следствия по делу об убийстве и, проникнув в его нетерпеливый характер, предвидел, что он сам придёт к нему, коли виноват. «Смех-то, смех-то ваш, как вошли тогда, помните? Ведь вот точно сквозь стекло я всё тогда угадал. Но для подтверждения была нужна ещё чёрточка. И как услышал я от мещанина про эти колокольчики, так даже дрожь прохватила. Вот она чёрточка и есть. Тысячу бы рублей я дал, чтоб только в свои глаза посмотреть, как вы тогда сто шагов с мещанинишкой рядом шли после того, как он вам убийцу в глаза сказал. И ничего у него целых сто шагов спросить не посмели». Насчёт же Миколки Порфирий объяснял. Он – молодой, восторженный парень, вроде крестьянина-поэта. Из старобрядцев. Одно время у некого и старца под духовным началом был, в пустыню бежать хотел. В Петербург, приехав, веру в Бога горячую забыл, под влиянием вина и женского пола. Но когда по делу об убийстве старухи во строк попал, опять к ней обратился. А знаете, что значит у старобрядцев страдание принять? Тем паче от властей. Вот он и решился на это добровольно, рассудив, что всё равно засудит. Но виновник не он. Тут дело мрачное нашего времени, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируют фразу, что кровь освежает, и вся жизнь проповедуется в комфорте. – Так кто же убил? – отшатнулся Раскольников. – Как кто убил? – удивился Порфирий. – Да вы и убили. Я и пришёл с тем, чтоб дело повести уже на открытую. Раскольников пробовал отрицать свою вину, но у Порфирии сомнений не было. Он предложил Раскольнику явиться с повинной. Так он и следствие облегчит, и себе заработает сбавку срока приговора. Порфирий дал честное слово, что в этом случае устроит так, что ваша явка выйдет, как будто совсем неожиданная, и ваше преступление вроде помрачения какого-то представится. Потому, по совести, оно помрачение есть. – Эх, не надо мне вашей сбавки! – сорвался Раскольников. – Как не надо сбавки! – всплеснул руками Порфирий. – Жизни впереди ещё много будет. Вас, может, Бог на этом и ждал. Теорию выдумали, да и стыдно стало, что уж очень неоригинально вышло. Но вы хоть себя не морочили, разом до последних столбов дошли. Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру иль Бога найдёт. Ну и найдите, и будете жить. Страдание – дело хорошее. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Исполните, что требует справедливость. Отдайтесь жизни, и она сама вас на берег вынесет. Вот я – поконченный человек, хотя, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий. А вы – другая статья, да и молодо ещё. Станьте солнцем, вас все и увидят. Я даже уверен, что вы страдание надумаетесь принять, потому что страдание – великая вещь. Уходя, Порфирий сказал Родиону, что может дать ему ещё дня полтора-два на раздумья, но потом всё равно арестует.